Так нужны ли нам какие-то измерения здравоохранения? В принципе, можно ничего не делать. Можно заедать оставшуюся, сложившуюся удачную систему того здравоохранения, которое было базовым. Оно уже практически изменилось до неузнаваемости. Мы видим огромный храм, пустующий в районных больницах, в которых проезжал. Заброшенные отделения, определенные даже корпуса. Перемен требуют наши сердца. Молодежный гимн времен перестройки впору примирять на отечественную медицину. Если у жителей больших городов худо-бедно есть доступ к современным лечебным услугам, то на периферии ситуация год от года становится хуже. Пациенты голосуют ногами, едут лечиться в Москву, Самару и даже Пензу. Последнее, по мнению министра, хуже любой критики от оппозиции. Теперь нужно сделать изменения и начать жизнь по-другому. Переломить тенденцию к полной деградации отрасли в глубинке – суть реформ, предложенных областным Минздравом. Сокращение избыточного управленческого аппарата, внедрение современных технологий, уход от неэффективного управления. Решить эти задачи можно созданием межрайонных центров, своеобразных аналогов областной больницы. Но почему-то именно к ним у депутатов было больше всего вопросов. Хотелось бы от вас услышать вполне себе честный и, главное, прямой ответ, что лежит в основе этого движения. Потому что система не будет работать более эффективно, если вы сократите оттуда какое-то количество сотрудников или какое-то количество их учреждений. Мы ничего не берем, ничего не сокращаем, ничего не уничтожаем. Но на базе центра боятся специалисты, потому что он начинает работать, там музыка селедования, там может необходимые операции, манипуляции делать. И нам повезло, я же сказал, город получает уникальнейшее оборудование, около 30 лентгенских аппаратов. Восемь компьютерных коммунс в этом году ставят, поликлиники, поликлиники для жителей, и два магнитного резонанса. И одна оборудование в таком не ставят. И это же самое, на следующий год в районе Царства. По роддомам, когда вы говорите, что вот сокращение, я так понимаю, вы совершенно не верите в обращение в послание к Федеральному собранию президента, который предложил целый ряд мер в январе этого года и обещал, что эти меры нам очень быстро дадут эффект по росту рождаемости. И роддомам снова понадобится, а вы, ну, видимо, не верите в это. У нас есть концепция президента к 32-му году, вот он снова на рождание. Да, к 30-му, доживем, доживем. К 32-му году, да, это первое. А второе, у нас сейчас и резерв есть. Если вы сейчас увеличите количество родов на 25-30%, нам сейчас, мы спокойно с этим справимся, с тем коечным фондом, который мы имеем. Работа койки, например, сейчас в стационаре в Энгельсе, на 300 койк лежит 110 женщин, 200 койк свободно. Добро пожаловать, любых приглашать. Надо ответить, с первого, один вопрос. Будут ли в центрах специалисты узкие? И есть ли у вас такие карты? Есть ли узкие специалисты на листах? Нет. Я говорю, нет, это страшно становится. Нет. В Алгай, один хирург, ему под 80. Вот я прям и знаю, что будет делать, когда он уйдет на пенсию. Потому что я туда хирурга не привлеку. У нас ваканты не стоят. Они не едут. Почему? Потому что, например, в Новозенск, если приехать, то у него не будет работать у кардиолога. У него три больных, пять больных. Он должен работать, у него должна быть нагрузка. А вот если Новозенск будет международным центром обслуживать приближающие 4-5 районов, он вовлечивается на мотив нагрузки, и он задерживается, потому что у него будет интересная работа, у него будет отделение кардиологическое, которое будет специализировано не в Саратове, повезут больного к нему, у него будет и оборудование, которым он сможет работать. Мы надеемся, что вот это привлечет специалистов. Слушания в Думе показали, что перемены настораживают не только отдельных депутатов. Изменений своего положения не хочет и часть самого медицинского сообщества. В Ленинском районе сколько у нас стоматологий, знаете? В Ленинском. Здание. Пять. Один главной врач, уже шесть лет. И все идеально работает. Идеально работает. А в целом, вы знаете, сколько стоматологий? Семь. И семь главных врачей, и семь автомобилей, и семь секретарей, и семь бухгалтеров, и семь запомничных комитетов, да? А еще семь девочек. То есть семь жилых, которые устроены. Которые сейчас так давят у меня, чтобы я сделал не одно объединение, а четыре. Потому что надо их устроить еще, куда они пойдут. Ну давайте, пусть они работают дальше, мы будем на них тратить деньги. Олег Николаевич, я думаю, что вы даже не представляете, на каких работах наступать. Хоть я так думаю, вы ожидаете. Потому что то, что вас ждет, и сколько у нас главных врачей, столько направлений политических, за них будут ходатайствовать. И если вы свернете то, что вы здесь вот там представили, да, это будет большая победа в самом стоимости. Вот вы правильный вопрос подняли, по ходатайствам, по, ну, кто хочет быть главным врачом. У Олега Николаевича здесь полная карта бланка. Мы это предвидели. И мы эту ситуацию знаем. Она будет искоренена на карту. Кто бы там не ходатайствовал. Профессиональные качества определяет Министерство здравоохранения. Министру даны все полномочия, и мы внимательно следим, кто куда вмешивается. Вмешайтесь, я вам скажу. Вы даже не представляете, сколько.